Сегодня оглашен приговор по резонансному делу о хищении более 3 миллиардов рублей, выделенных на ремонт объектов Минобороны. Тверской суд Москвы признал виновным в мошенничестве и коммерческом подкупе и отправил в колонию строгого режима на 11 лет бывшего гендиректора компании «Славянка» Александра Елькина. Он еще и выплатит штраф в 500 миллионов рублей. Елькин также лишен воинского звания полковник запаса. После выхода на свободу он три года не сможет вести коммерческую деятельность и занимать важные посты. Длительные сроки заключения по этому делу получили еще несколько бывших руководителей. 9 лет экс-глава департамента ремонта «Славянки» Константин Лапшин. 7 лет Андрей Луганский, возглавлявший компанию «Безопасность и связь». 6 лет его помощница Юлия Ратанова. Узнав о сроке наказания, она упала в обморок. Со штрафом в размере 500 миллионов рублей. На 5 лет в колонию отправился Николай Рябых, ранее исполнявший обязанности руководителя хозяйственного управления Минобороны. Напомню, хищение в «Славянке» вскрыть в 2012 году, когда стало известно о махинациях с недвижимостью и землей в другой компании «Оборонсервис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова